здравствуйте уважаемые друзья сегодня на нашем канале у нас в гостях это евгений это лицензированный адвокат из германии и сегодня тема нашего видео это открытие компании на территории германии здравствуйте евгений спасибо что уделили нам время расскажите пожалуйста немного о себе и мы с вами перейдем к основной части нашего видео алена добрый вечер зовут меня евгений как вы правильно сказали фамилия я являюсь адвокатом компании называется на сегодняшний день вунш рейдсанвельте партнерство адвокатом руководителем и управляющим партнером данной организации главный офис находится у нас в городе минхене и также имеются представительства в аугсбурге и в городе калсбург германии земля хорошо скажите пожалуйста какие у вас основные направления какая специализация специализация компания в определенном в определенном смысле относительно широкая остановимся на моей компетенции чем чем я в основном занимаюсь как раз таки моими компетенциями является экономическое право корпоративное инвестиции налоговая даты сопровождением каких-то инвестиционных проектов в том числе и создание управления и ведения успешное ведение в идеале компании их консалтинг то есть все что связано с бизнесом с недвижимостью в том числе инвестициями замечательно но это как раз таки то что нам нужно потому что тема нашего видео это открытие компании и в первую очередь да чтобы хотелось узнать это как вообще иностранец может открыть компанию на территории германии какие требования это пожалуй собирательное понятие компании есть различные компании организационной правовой деятельностью отличающиеся то есть есть и компании товарищество простые товарищества на немецком это например гбр в общем то достаточно частая форма но для иностранцев мало подходящий не углубляясь в детали я не виду не проживающих на территории германии поэтому как правило если речь идет о контексте компания иностранец то речь заходит о юридическом лице есть различные птические лица это во многим известная гмбх или по языке это акционерное общество ну и различные дальнейшие формы однако самый рабочий и распространенной форма является гмбх о который является юридическим лицом то есть правоспособна независимо от статуса директора от статуса учредителя с правоспособной немецкой компании преимущество это как этой компании для иностранцев является тот факт что директор не обязательно должен проживать германии или иметь вид на жительство здесь то есть директором и учредителем может стать без проблем лицо проживающие за пределами германии за пределами евросоюза например гражданин россии украины или другой какой-то страны это один из немало важных факторов а скажите пожалуйста какие еще основные критерии сюда можно отнести например сколько будет составлять уставной капитал и можно ли открыть такую компанию дистанционно важный вопрос особенно в период пандемии ограничений границ становимся на уставном капитале мы говорим с вами о обществе гмбх общество с ограниченной ответственностью нормальным назовем ниже я почему его называем нормально потому что есть еще не то чтобы не нормальный на несколько отличающийся в нормальном гмбх уставной капитал составляет 25 тысяч евро на момент регистрации достаточно платить 12 с половиной тысяч то есть для того чтобы зарегистрировать компанию достаточно иметь 12 с половиной тысяч которые зачисляются на расчетный счет компании являются уставным капиталом 25 тысяч вы можете потом доплатить в процессе деятельности компании это очень важно бывает поскольку многие люди особенно на начальных стадиях естественно пытаются минимизировать расходы и 12 тысяч в этом в этой связи является достаточно важным критерием хорошо все понятно могу сказать сразу что сумма конечно не маленькая если мы сравниваем с открытие компаний в других европейских странах даст сравнивать с польши да где я проживаю ли там с россией конечно сумма значительно выше но тем не менее мы понимаем да это германия это другой рынок другие условия на данный перебить вас по поводу за суммы до законодатель немецкий тоже видел эту проблему и говорили ну в общем то не маленькая сумма если человек хочет что-то попробовать старт какой-то какую-то идею свою нужно ему дать более гибкую форму организационно-правовую особенно это было когда евросоюз начал объединяться и в германию зашли в больших количествах private limited то есть это вот английские компании английские юридические лица которые можно было создать очень быстро и устав с уставным капиталом одно евро законодатель видел что становилось все больше и больше и больше этих лиц юридических другого государства на территории германии запретить это было бы сложно поскольку это евросоюз и они отреагировали и ввели так называемое скажем так в народе называют это мини кмбх возможно слышали или называется это унтернему то есть уге унтернему что это значит это юридическое лицо которое можно создать тоже с одним евро уставным капиталами 200 или 500 ну неважно то есть от одного евро и более и это является полноценным юридическим лицом но вы не можете называть его гмбх и должны говорить о том что у вас нет капитала то есть на вашей вашей деловой корреспонденции название фирмы должна присутствовать фраза унтернем спешек то есть что потенциальный кредитор потенциальный контрагент он должен видеть что это компания не уплатила капитал полный поэтому где-то как говорится осторожно они не уплатили капитал поэтому я всем инвесторам советую особенно те которые хотят удаленный бизнес вести и так далее все-таки выделить 12 тысяч и зарегистрировать компанию полноценную полноценная гмбх это не значит что с угэс это мини кмбх нельзя работать с ней можно работать но вот такой вот небольшой привкус скажем так у них есть мне кажется компания в этих случаях наверное каким-то маленьким шрифте как где-то это указывают или к этому не обязаны вы не можете написать создать такую компанию и написать гмбх она это не например будет условно там раз-два-три генбх а если бы 12 половиной тысяч платили или это будет раз два-три угэ да и в кусковочках иногда еще дописывают унтернэмский пошрэнк то есть ограничено это сразу понятно знаете например для человека который ведет какой-то международный бизнес не всегда эти понятия они как бы для иностранного какого-то контрагента будут вообще иметь какое-то значение как бы ну компании компании не всегда же люди вдаются прям такие тонкости но опять же смотря да все зависит наверное от суммы сделок проводимых может быть там будут привычные юристы не всегда появится но это тот момент который мы всегда говорим и советуем вдаваться потому что особенно в кризисное время очень много не добросовестных контрагентов появилось это первое и второе контрагентов которые принципе добросовестные но они не могут из-за каких-то текущих экономических свои обязательства исполнить поэтому желательно прежде чем какие-то договоры заключать посмотреть а кто за этим стоит да если за этим стоит может быть угэ никаким образом не хочу их значение есть прекрасный угэ компании то есть мини гмбх но посмотреть что за этим стоит поэтому по крайней мере я здесь позволю себе с вами не согласиться и всегда для меня это решающий фактор как минимум не знать что угэ мы не работаем нет работы но нужно посмотреть а что там за этим стоит как бы сигнальная такая это посмотреть поэтому в общем-то тела вкуса немного но вот из опыта все-таки желать над с половиной тысячи внести почему еще это имеет смысл поскольку эти двенадцать половиной тысяч уставной капитал он не замораживается на счете то есть то его положили вы на насчет и расчет они знать что там будет лежать за мертвым грузом что называется я цели фирмы вы сможете его использовать так вот если создали например угэ и внесли туда 500 евро а нужно офис нужно бухгалтер нужно логовые консультанты прочее прочее персонал то вы вынуждены доплачивать туда либо займ давать своей собственной компании здесь у вас есть уже уставной капитал который вы можете спокойно использовать в то же время имея уже полноценную компанию вы знаете вот я вообще информацию да и изучала предварительно в интернете могу сказать что вот компании которые тоже но позиционируют себя как профессионалами в этой области да по открытию компании очень много там московских компаний до которого тоже занимается в открытии компаний именно в германии они вообще не раскрывают эту тему то есть они не пишут вообще об этом да и например для меня это тоже как какое-то новшество да что так возможно потому что для меня было исключительно что вот 25000 и как бы никак иначе теперь мы знаем хорошо по поводу вот дистанционного открытия да например там с помощью электронных подписей возможно ли это сделать сожалению данные названы вами передовые технологии в германии не совсем распространены пока то есть все таки относится к классическому и мышление менталитет более классический поэтому приходится и эти проблемы решать классическим образом для того чтобы создать компанию в идеале конечно мы по клиенту предлагаем приехать лично хотя бы один раз во-первых познакомиться и так далее если это невозможно то есть возможность сделать это по доверенности определенным образом готовится доверенность определенным образом заверяется постели руется и тогда это можно сделать это доверенное лицо на территории германии который будет выполнять все эти функции по регистрации хорошо здесь понятен вариант то есть дистанционно а если не дистанционно человек может приехать по сути по любому по любой визе да то есть самое главное попасть на территорию то есть это туристическая виза это тоже возможно не имеет значения возможно быть шенген французский испанский вы поможете приехать на территорию германии и здесь нотариус на или на момент сделки или суд где регистрирует они от торговый реестр он не легальность пребывания человека на территории германии не проверять проверяется исключительно его личность то есть происходит идентификация личности паспорт человек естественно нужно какие-то легальные вещи то есть нелегальные желательно не мешать но тем не менее решающим фактором это не является хорошо смотрите еще такой вот момент вы говорили про счет да и про внесение уставного капитала то есть этот счет должен быть открыт именно в немецком банке или это не имеет значения этот счет желательно открыть в немецком банке и это особенно последние месяцы даже уже год и более наверное проблемным вопросом является то есть при следующей структуре когда возьму то есть директором и учредителем является лицо не имеющие вида на жительство в германии открыть счет в банке немецком очень сложно поэтому здесь приходится какие-то более творческие скажем так механизмы решения этого вопроса находить но это проблема директор какой-то подходящий скажем так кандидатура заранее проверяется либо какие-то другие возможности в основном капитале по счете нужно задуматься если раньше это было просто сейчас этот вопрос и мы тоже судебную практику меняем в данный момент есть несколько процессов поскольку закон о гмбх не говорит о том что счет должен быть в германии открыть но суды к сожалению на своей практике при регистрации и счета открыты на территории евросоюза и то есть мы например открыли создали гмбх в германии счет открыли в латвии детстве еще и уставной капитал немецкой компании загрузили на счет в литве проблем с этим ведь хотя на мой взгляд и противоречит законодательства страна евросоюза но суды пока по-другому на это смотрят и мы сейчас там высшей инстанции поэтому земельный находимся мне кажется хорошим посмотрите опять же тоже пока вот примерно немножко ознакомливалась даст тема в интернете и в принципе нашла информацию да тоже аналогично что действительно есть некая сложность но при этом не знаю насколько достоверно говорится о том что все таки есть ряд банков которые все таки идут вот на скажем более какие-то облегченные условия для именно открытия счета вот для иностранцев действительно ли если какие-то разграничения что этот банк там будет чуть легче а тут чуть сложнее или все как под одно это тоже уже пройденный порядок период на самом деле то есть когда-то это было первые банки стали закрывать какие-то еще не закрывали давали возможность для открытия нового счета но вот сейчас в большинстве случаев я бы присоединился к выражению что все все заодно не в негативном смысле просто у них есть инструкции инструкции центрального банка и так далее да то есть каких-то индивидуальных порядках на ручном управлении личными контактами можно где-то открычет но на массу это не работает поэтому об этом нужно заранее большинство банков вы просто-напросто получите как я понимаю это распространяется и на физлиц иностранцев и на юрлиц или это только на юрлиц распространяется видите в чем здесь особенность у нас юрлицо немецкое мы же германии создаем компанию только за счет того что директор не имеет видно жительство компании сложно получить банки счет поэтому человек не имеющий прописки то есть физическое лицо здесь не проживающие ему тоже быть в общем-то большинстве случаев сложно открыть счет банки да все как бы упирается получается в доверенное лицо которое будет иметь все таки даже доверенным лицом не всегда можно то есть физическое лицо вы не проживаете там такие схемы используются когда мы например в банке выступаем для клиента доверенное лицо но это опять же не массовая схема то есть это в индивидуальном порядке делается но если человек приехал германии в отпуск понравилось хочу здесь счет заходит банк его будут конечно проблемы очень удивительно да я знаю что в разных странах евросоюза есть свои особенности вот в испании тоже там открыть счет это просто вот например здесь в польше буквально сегодня писала пост на эту тему ну ты просто приходишь с паспортом и открываешь счет да некоторые банки запрашивают у тебя налоговый номер некоторые даже и его не запрашивают да то есть и многие до удивляются как как все просто ну да свои особенности хотя вроде бы страны которые находятся рядом по соседству смотрите евгений в принципе для меня вы ответили на все вопросы да вот на начальном этапе скажем так для того чтобы понимать что вообще собственно говоря необходимо то есть за дистанционной работе в принципе есть возможность но при этом есть определенные нюансы и наверное лучше все-таки приехать если не приезжает то начать с какой-то персональной консультации где можно разработать какой-то алгоритм также у меня есть еще ряд вопросов но я думаю можем отнести их в отдельное видео например таких как открытие филиала компании если компания уже где-то существует и мы хотим открыть филиал да там немножечко другая ситуация все-таки уже есть расчетный счет и как это будет работать поэтому если у вас есть что добавить относительно этой темы давайте в завершении упомянем об этом и будем по поводу филиала достаточно очень комплексная тематика и здесь тоже индивидуально желательно решение подбирать потому что филиал какой организационно-правовой форме филиал с каким полномочиями только ли представительская либо должны какие-то операционные действия проводиться да это разные вещи поэтому зависимости от поставленной задачи мы пытаемся всегда находить какое-то решение это самый надежный самый правильный вариант пожалуй но большинстве случаев филиалов не так уж и много да то есть поскольку в основном они делают представительскую какую-то работу окей тогда да если нет тогда даже и открытие филиала зачастую упирается в создание какой-то структуры немецкой на территории германии поскольку упрощает работает заключение просто хочу сказать что да изменились очень многие инфраструктурные моменты как это можно сделать почему где-то усложнилось где-то упростилась упростились процедуры тем не менее все остается возможным и даже в кризисные моменты создаются новые компании которые успешно развиваются но что видимо нам всем придется это менять привычный взгляд на вещи это однозначно хорошо спасибо большое евгений буду очень рада послушать вас других видео здесь видно чтобы эксперты профессионалов в вашем деле также хочу напомнить всем нашим подписчикам что вы можете оставлять заявки на сайте который будет указан под этим видео также пишите свои комментарии подписывайтесь на наш канал а мы обязательно с вами увидимся еще в следующих видео спасибо большое еще раз евгений всем удачи до свидания пока пока а